Здарова, ребята, это Шамшурин. И это видео будет посвящено теме комфорта и теме выбора. Хотел бы пару слов рассказать об этом, что я об этом думаю. Насколько вы знаете, я сейчас пишу книжку новую. И я очень надеюсь, что все-таки в первой половине, в начале года, следующего феврале, наверное, я смогу ее реализовать уже, как бы издать и напечатать. И, соответственно, вы сможете ее приобрести. Это будет очень интересная, очень глубокая книга. И, кстати, сразу, пока не забыл, под этим видео я выложил отрывок этой книжки, маленький, небольшой, как бы небольшую часть, именно посвященную теме выбора, жизненного выбора. Вот, обязательно зайдите в комментарии под этим видео, прочитайте этот отрывок и напишите, что вы про это думаете. Но прежде чем поговорим про выбор, я хотел бы начать, как бы, о комфорте. Потому что комфорт – это такая штука, которая часто мешает какому-то кардинальному другому выбору. Комфорт, на самом деле, наверное, часто путаются со словом привычная, обычная, нормальная нормальность. Да, то есть, вот что-то такое. Да, то есть, опять же, чтобы вы понимали. Да, я думаю, вы это четко осознаете, что привычное и обычное, и, соответственно, как сейчас принято говорить, комфортное, оно не всегда хорошо. То есть, человек может привыкнуть быть толстым и смириться с этим, можно сказать. Человек может привыкнуть быть бедным. Человек может привыкнуть, не знаю, быть без девушек, не знакомиться, не подходить, не строить свою личную жизнь. Человек может, в конце концов, даже привыкнуть сидеть в тюрьме, то есть, настолько привыкнуть, что это становится некой нормальностью, некой обыденностью. То есть, и все, что, хотя, казалось бы, мозг хочет, чтобы было по-другому, но когда ты выходишь за рамки своей привычности и обыденности, ты попадаешь, скажем так, в некомфортную для себя среду. Это, ну, забавно и смешно, да, но тот же самый какой-нибудь зэк, который 15-20 лет провел в тюрьме, то есть, для него тюрьма стала комфортной. Ну, в том понимании слова, в котором я сейчас хочу до вас донести. То есть, она стала привычной, она стала обычной, она стала нормальностью. То есть, он уже не представляет себе, как бы, другой уклад жизни, да, и, соответственно, выйдя на свободу, многие из этих людей возвращаются в тюрьму, они опять кого-то ограбят, там, не знаю, режут, убивают. То есть, вот, и, соответственно, они даже, может быть, делают это осознанно или, там, несознательно, то есть, но для того, чтобы вернуться обратно в ту среду, которая уже стала комфортной. Как ни странно это звучит, свобода, конечно же, намного лучше, приятнее, она более классная, там, и так далее, во всех отношениях, но ему здесь уже не комфорт, он не знает, как вот в этой реальности существовать. Поэтому, собственно говоря, он делает все, чтобы вернуться в ту свою прошлую реальность. И поэтому, с одной стороны, как бы, многие говорят, я хочу себе, там, самую лучшую женщину, я хочу денег, я хочу путешествовать, я хочу хорошее, красивое тело, я хочу, там, то-то, 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 то-то. По факту, это для многих является, как ни странно, некомфортным, то есть, непривычным. То есть, все это лежит за границей твоего собственного комфорта. Часто такое бывает, общаясь с клиентами, я слышу от них следующее, что они привыкли жить в одиночестве. То есть, они привыкли возвращаться с работы, эти мужчины, приходить домой, где никого нет. Кстати, об этом в конце этого видео вам расскажет мой коллега, наш тренер Юра Сенцов, очень жесткий парень, который будет участвовать также в этом тренинге и практике. То есть, он расскажет свое видение. Так вот, и получается, что кто бы что ни говорил, да, можно сказать, что человеку должно быть хорошо наедине с самим собой, и, по сути дела, в этом есть какая-то доля правды. Но, по большому счету, если вы личность, да, вот, ну, человек не может быть, то есть, не каждый человек может быть личностью. Как ни странно, все считают себя личностью, на самом деле, все мы с вами индивидуальности. У личности есть совершенно другие четкие характеристики, и она такая наполнена альтруистическим каким-то смыслом, эта характеристика личности. То есть, личность – это человек, который хочет жить для кого-то, то есть, ему для себя неприкольно, ему для себя неприкольно зарабатывать, ему для себя неприкольно, там, чего-то достигать, ему для себя неприкольно как-то устраивать свою жизнь, потому что ему хочется, чтобы у него был кто-то, о ком он будет заботиться, кому он будет помогать в этой жизни, какие-то более слабые люди. И, соответственно, кто бы что ни говорил, все равно человеку нужен человек. И для многих комфортно и привычно, как выясняется, жить одному, приходить домой. И это не значит, что им это нравится, это не значит, что это хорошо. Это значит, что это просто привычно. И иногда, задумываясь над своей жизнью, тебе нужно очень четко себя спросить, это действительно то, что я хочу? Вот то, что сейчас происходит в моей жизни? Это привычно, это происходит уже несколько лет, например, или месяцев. Я в этом живу, я вижу это каждый день, и это стало привычной нормой. Но это действительно то, что я хочу, действительно так, как я хочу провести свою жизнь. И здесь очень важно не обмануть себя, здесь очень важно быть с собой предельно честным. Потому что есть, я действительно часто вижу таких людей, такая категория людей, которым настолько страшна вообще сама мысль о каких-то изменениях, что они предпочитают себя обманывать просто тотально, от и до. Но каждый день, каждую секунду времени они действительно себя обманывают. Я не знаю, вот когда на людях они говорят, ой, мне не надо там этого, мне не нужны никакие девушки, я тут сам по себе, или мне не нужны деньги, мне не нужна собственная квартира, мне нравится снимать, мне не нужно нормальное тело, мне не нужна какая-то самореализация, там и так далее. То есть, меня устраивает эта работа, та работа. То есть, прикол в том, что иногда кажется, что они действительно прям настолько правда честно об этом говорят, но у меня вопрос, когда они остаются одни сами с собой, то есть, неужели они так же думают? И здесь важно не попасться на удочку самообмана. Как распознать самообман? Давайте я расскажу об этом. Значит, смотрите, история следующая. То есть, большинство из нас, абсолютно большинство из нас начинают двигаться только тогда, когда та самая морковка, она находится сзади. То есть, когда ситуация стабильна и привычна, многие люди не двигаются. То есть, соответственно, если у вас все ваши базовые потребности закрыты, у некоторых они как бы действительно закрыты. То есть, у вас есть где жить, у вас есть на чем спать, у вас есть на чем ездить, у вас есть что пожрать и так далее. То есть, тогда человек практически не развивается, большинство людей, они не двигаются. То есть, им нужна какая-то либо морковка спереди, но это очень такой сложный понятие, либо морковка сзади. Соответственно, из этого исходит, почему от минуса к плюса всегда прийти проще, чем от плюса к плюса. Потому что, когда тебя прижало, когда ты провалился из этой нормальности, как бы тебе уже здесь нереально жить в таком состоянии, ты обязательно сделаешь все, что угодно для того, чтобы из этой ситуации выйти. Но как только ситуация выравнивается, то есть, ты закрываешь какие-то базовые потребности, ты успокаиваешься и все. Это такая природная животная фигня, потому что мы как суслики, которые, как бы, ну, их задача такая, чтобы прожить жизнь комфортно и безопасно. Если вам сейчас комфортно, значит, зачем развиваться? То есть, как бы человек развивается. То есть, это такая животная штука, когда человек развивается, только попадая в какую-то яму. Как бы, я считаю, есть два таких синдрома. Один из них называется синдром временного облегчения. Соответственно, например, у тебя нет девушки, ну, и тебе хочется построить какие-то отношения и так далее. И ты что-то пытаешься как-то своими силами как-то это сделать, но у тебя не очень получается. И тут вдруг какая-то откуда-то приплыла, ну, которая явно не устраивает, но ты думаешь, блин, зато мне не надо теперь никого искать. И ты пытаешься обмануть себя и полюбить то, что есть, приучить себя к тому, чтобы нравится, чтобы тебя устраивала эта женщина. Хотя она тебя может не устраивать. Это так называемый синдром временного облегчения, когда у тебя чуть-чуть появились деньги, чуть-чуть появилась хоть какая-то дама, и ты говоришь, ой, нафиг это надо, да? Потому что если я сейчас продолжу свой поиск, это будет снова некомфортно. Отсюда есть такая влюбчивость у парней, которые мне часто говорят об этом, потому что вот, я такой влюбчивый, я делаю попытки найти себе женщину, подхожу, знакомлюсь, меня там сливают, для меня это стрессом, но как только какая-то девушка попадается, которая на меня хорошо реагирует, я вцепляюсь за нее, и даже понимая мозгом, что это не то, что я искал на самом деле. Это чистой воды самообман. И второй синдром, как я его называю, это синдром гром не грянет, мужик не перекрестится, потому что люди начинают, в частности, в плане по стране отношений, там, пикапа, действовать тогда, когда что-то случается. То есть, мне звонят ребята, или там Юрия, моему коллеге, и говорят, соответственно, вот, я расстался с девушкой, меня бросила девушка, от меня ушла девушка, поэтому я решил записаться на тренинг. То есть, извините, о чем вы раньше думали? И, по сути дела, если бы этот человек раньше прокачивал свои навыки общения с женщинами, ну, вообще какие-то любые навыки, я просто говорю, срез с общения с женщинами, то, возможно, не случилось бы такой ситуации, что он притянул бы к себе какую-то там не ту, не совсем ту женщину, и не случилось бы такой ситуации, что она в нем разочаровалась, и она от него ушла. Вот. И они начинают, опять же, действовать только тогда, когда их прижало. Гром не грянет, мужик не перекрестится. По такой же простой логике на своем недавнем вебинаре я об этом рассказывал. То есть, вам предлагают пройти курсы экстремального вождения, потому что вам предстоит переехать, допустим, там, на Аляску куда-нибудь жить, или в Сибирь. Вот. И где много льда. Вы говорите, мне это не надо, мне неохота тратить время, заморачиваться, силы там тратить, и так далее. Вам говорят, слушай, тебе надо пройти эти курсы, чувак, потому что это тебе пригодится. И говоришь, не-не-не. И потом получается такая ситуация, что ты едешь на машине, тебя жестко заносит, начинает крутить, и что ты делаешь в этот момент? Ты достаешь телефон и начинаешь гуглить и искать, там, не знаю, что делать при заносе. Вот. То есть, это ситуация, которая произошла, если бы ты был прокачан в этом направлении, ты бы знал, как бы себя вести и реагировать. Она не была бы такой фатальной и, соответственно, проблемной для тебя. Как не наткнуться на этот самообман? Тебе обязательно нужно обратить внимание на свое окружение. Обычно это происходит так. Например, ситуация, когда ты живешь, в твоем окружении все примерно так же у всех. Твои друзья и знакомые, они общаются с девушками с позиции снизу. У кого-то есть отношения, в которых женщина рулит, и причем, конечно же, не любит своего мужчину, потому что она его втайне ненавидит, потому что он слабый. Он на нее согласился, она на него согласилась. То есть, либо они подходят девушкам, их сливают, они говорят, я хожу на свидание, но она оказалась динамщицей, она меня кинула, бросила, не дала там и так далее. И ты все это слышишь и думаешь, что когда у тебя происходит точно так же, значит, это вполне нормально, потому что у людей вокруг меня, у моих друзей, у моих знакомых происходит точно так же. Раз у них происходит так же, и у меня происходит так же, значит, все нормально, потому что человек стадный, животное, все равно так или иначе. Он смотрит, ориентируется вокруг. Если вокруг плюс-минус все так же одинаково, значит, у меня так же одинаково. Но опять же, такие люди забывают о том, что есть другие люди, другое окружение, другие компании, мужчин, например, у которых все в порядке с женщинами, мужчин, которые общаются с позицией сверху, мужчин, которые без проблем знакомятся, проводят свидания, занимаются сексом и так далее, которые нашли себе женщину под себя, а не себя под женщину, мужчин, у которых все в порядке в финансовом плане, в каком-то еще плане, То есть, соответственно, очень важно обратить внимание на свое окружение и посмотреть, это действительно нормально или просто они все живут в той же иллюзии, что и я. И по такой логике, когда ты попадаешь, например, на целых 2 месяца или 3 месяца, или на полгода, в какой-нибудь барак с мужиками, которые бухают и больше ничего не делают, будет следующее. То есть, я говорю о влиянии этого окружения, которое, соответственно, негативно влияет на твой комфорт и на твой выбор. Сначала, может быть, это будет тебя парить, ты будешь переживать и думать, какого хрена, что они бухают, мне с ними не нравится, неинтересно. Но когда ты там находишься более долгое время, и у тебя нет возможности выйти, ты начинаешь пропитываться вот этой херней, они начинают этим заражать. И через какое-то время тебя уже будет меньше раздражать поведение этих мужчин, и, соответственно, в какой-то момент ты поймешь, что ты начинаешь с ними бухать, обвинять во всем правительство, там, не знаю, президента, директора, и причитать, что жизнь говно, что все бабы шлюхи, они все продажные, что страна у нас такая-то, что президент такой-то и так далее. То есть, ты будешь, ты поведешься на их глупые какие-то размышления, и поскольку ты будешь там долгое время, тебя это затащит. То же самое и наоборот. Соответственно, если ты будешь общаться с людьми, которые мыслят по-другому, у которых есть не экстернальный, а интернальный локус контроля внимания, которые во всем ищут причину только в себе, которые развиваются, которые не ругают там правительство, страну и так далее, пытаются что-то создать и сделать, соответственно, ты также от обратного проникнешься этой идеей. Да, и, кстати, по поводу, еще раз хочу напомнить, что в этом видео впервые будет отрывок моей книжки небольшой, в котором я также подробно описал, как окружение, как среда, в которой ты находишься, влияет на твой комфорт и, соответственно, дальше на твой выбор. Как еще не попасть на удочку комфорта, то есть, чтобы не останавливаться в собственном развитии? Себе нужно ставить достаточно высокие, большие, амбициозные цели. Если в голове, естественно, ну, это ежу, понятно, все эти вещи вы по сто раз слышали. Если вы не верите в достижение этой цели, всегда можно разбить ее на подцели, субцели, какие-то этапы и начать достигать этих этапов. То есть, ну, соответственно, цели должны быть амбициозные. И по большому счету в одной из хумных книг где-то, по-моему, Наталья Шафранова это писала. То есть, можно прочитать следующее, что, по сути дела, одна из целей в твоем списке должна быть такая, в которую ты вообще никогда не веришь. Ну, то есть, нереально, как так вообще я могу там оказаться? Например, там, я в списке Forbes или там, у меня яхта за 11 миллионов евро. То есть, хотя мозг не понимает, как, но просто пусть она будет там, эта цель. Следующее, что нужно делать обязательно, нужно быть открытым, да, нужно смотреть вокруг. То есть, не зашоренно мыслить, то есть, изучай, смотри что-то новое, ищи что-то новое. Я не только про вещи какие-то материальные, что бы тебе захотеть. Я не только про то, что ты такое увидел там машину какую-то классную, захотел машину. Не только потребительская штука. Ищи какие-то занятия, которые тебе нравятся. Ищи какие-то места, где ты хотел бы побывать. Ищи каких-то людей, с кем бы ты хотел обязательно поздороваться, за руку познакомиться, поболтать. То есть, не только потребительские какие-то вещи. Нужно как можно больше смотреть, быть открытым к миру и искать, что бы такого еще интересного найти. То есть, если ты это интересное находишь, у тебя загорается в голове какое-то желание, что я хочу это получить, я хочу это пережить, этот опыт. Таким образом, тебе будет проще не остаться в комфорте, не превратиться в овощ, не превратиться в растение. И, соответственно, дальше про выбор. Выбор, насколько я считаю, очень сильно связан с твоим состоянием комфорта. Итак, про выбор. Смотри, какая штука. То есть, по большому счету, я для себя вывел такую вещь, что выбор бывает двух видов. То есть, это внутренний выбор и внешний выбор. Большинство из нас, к сожалению, всегда, как бы чаще всего и практически, всегда выбирает, ну, то есть, делает какой-то внешний выбор. То есть, что это значит? Это, например, ты говоришь, надо бы бросить курить. Да, я считаю, я курю, я считаю, что курить плохо, надо бросать. Все. И, возможно, ты даже минимизируешь эти действия. Возможно, что ты даже уменьшишь количество сигарет в день. Или говоришь, вот я планирую там совсем отказаться. Или переходишь на какую-то там соску вот эту, которая, блять, сосуд, которая воняет хуже, чем сигареты. Какая-то электронная. Ты говоришь, блин, я выбрал то, что все, я считаю, надо валить с этой работы. Мне она не нравится, она меня не устраивает. Но при этом ты продолжаешь находиться там. Я хочу похудеть, при этом ты продолжаешь жрать по ночам. Но это про меня. Вот. То есть, чаще всего люди делают выбор внешний. Внешний выбор, чем он характеризуется? Тем, что, по сути дела, по большому счету, твоя жизнь ничем не меняется. Никак не меняется. Не ты не меняешься, ни жизнь не меняется. Ты ходишь и говоришь, да, 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 я решил, я сделаю, я то-то, то-то. Но, по большому счету, где результат? Результат тот же самый. То есть, ты также находишься в этом липком комфорте, который мешает тебе от него оторваться. И есть выбор внутренний. Внутренний выбор, он намного более такой, как бы, жесткий. И критерий, по сути дела, как отличить внешний выбор от внутреннего, он один. Внутренний выбор – это выбор, после которого сразу же, незамедлительно ты принимаешь решение. И после этого решения ты начинаешь это решение везде продвигать в массы. То есть, ты каждую секунду своей жизни, каждую минуту делаешь то, что ты принял решение, и то, что согласно твоему решению. И ты уже не откладываешь никаких там с понедельника и так далее. То есть, если ты принимаешь решение, то ты с данной секунды времени начинаешь делать все, чтобы это решение воплотить в жизни. И ты не успокоишься, и ты не отступишься. И ты сделаешь все, максимальное количество действий, для того, чтобы получить тот желаемый результат, или то, от чего ты хочешь отказаться. То есть, решение. По сути дела, всего два выбора. И ты больше ни секунды не можешь жить без того, что ты хочешь получить. И, соответственно, если вы приняли решение встретить этот Новый год с женщиной, с красивой, с классной, которая будет вам приятна, и вы будете ее вдохновлять, она будет радоваться и гордиться вами. У вас есть отличная возможность воплотить это решение в жизнь, записавшись на тренинг-практика, в котором осталось еще буквально пару мест. С 6 по 9 число декабря будет проходить в Москве, на Павелецкой. Все, группа собрана. По сути дела, можем взять еще пару человек. Вы можете еще впрыгнуть в этот последний вагон. Решение, оно характеризуется тем, что вы его не откладываете. Если вы выбрали для себя жить по-другому, ссылка под видео, записывайтесь там, вся информация и оставляйте заявку. Еще что я хотел сказать, что под видео в комментарии будет написано еще и про инсайт. Что такое инсайт в моем понимании. То есть, скорее всего, вашему выбору обязательно, чаще всего, пришествует какой-то инсайт. Инсайт это очень интересная штука. Это когда ты вроде бы 10 раз слышал уже и знал, что так надо сделать, тебе все говорили или ты сам понимал, но почему-то это тебя не пронизывало и ты ничего не делал. Но когда происходит инсайт, в этот момент ты каждой клеточкой своего тела осознаешь, что, бля, как так-то, почему я раньше так не делал, почему я раньше не выбирал этот выбор для себя, почему. То есть, как будто бы ты вновь это первый раз в жизни слышишь, осознаешь. Обязательно почитайте кусочек текста под этим видео. Там я более подробно это расписал. Итак, ребята, насчет тренинга практика, кстати. И досмотрите видос до конца, потому что в конце этого видео мой коллега Юра Сенцов, я попросил его снять видео, он немножечко волновался, хотя на тренинге он будет очень жестко вас разъебывать. Он будет делать все из любви к вам для того, чтобы вы ушли оттуда с результатом, но здесь он немножко волновался. Обязательно посмотрите в конце какое-то его обращение к вам. А сейчас для тех ребят, которые не могут по каким-то причинам приехать в Москву на практику, и для которых, может быть, это дорого или далеко и так далее, я решил сделать в этот раз онлайн-участие. Это очень крутая штука. Конечно же, если у вас есть возможность приехать вживую, это, конечно же, будет намного круче, потому что я, два моих тренера, Денис и Юра, они будут с вами, и я с вами будем рука об руку бегать и делать эту практику. Но те люди, у которых все в порядке с собственной ответственностью, они могут себя взять за яйца. Для вас у меня есть онлайн-участие, которое я ввел впервые, и, соответственно, ссылка на онлайн-участие тоже будет под этим видео. Давайте я расскажу вам про него. Я решил взять 20 человек, не больше, потому что там тоже будут вопросы в чате, там тоже будут какие-то разборы, и, соответственно, я должен буду успеть вам всем помочь. Итак, вы участвуете в прямом эфире в наших разборах, утренних и вечерних. Задаете вопросы в чате, я на них отвечаю. Вы также получаете, как и все, теоретический материал, который нужно обязательно посмотреть до тренинга, плюс вы получаете флешку-практику. А это само по себе бомба, потому что мы сами сделали все задания своих тренингов, показали на девушках со скрытой камерой, как это делается, какие могут быть ошибки, какая обратная связь. Тебе нужно будет просто посмотреть эти задания, пойти и сделать так же, получить результат. То есть следующее, вы получаете информацию по свиданиям. Вы попадаете в наш закрытый чат, секретный чат для тех, кто участвует в тренингах практика. То есть так же в этом чате во время полей я буду голосовыми сообщениями поддерживать, подбадривать и мотивировать вас, я и другие тренеры. Там вы сможете задавать вопросы, общаться, находить себе единомышленников, вот это окружение, о котором я говорил. И 100% что из вашего города обязательно будет какой-то участник, потому что за несколько месяцев уже почти 100 человек прошли этот тренинг-практика. И, соответственно, вы по-любому найдете себе какого-то товарища и друга в вашем городе, с которым вместе будете практиковать. А это очень важно, найти такого человека, который не будет тянуть вас на дно. Также все получат запись этого тренинга. И смотрите, вообще, если вы соберетесь на онлайн-участие, я вам рекомендую следующее. Вы так же, как и участники живого тренинга, посвятите этому 3,5 дня. То есть мы с вами в онлайне встречаемся вечером в четверг. Все подробности, кстати, по ссылке под видео. Вы напрямую видите этот вводный разбор. Я говорю, как что будем делать, объясняю, отвечаю на ваши вопросы. Просто в отличие от тех ребят, которые сидят в зале, вы будете сидеть у себя за компьютером. И после этого вы идете на практику. Далее, в пятницу, субботу, воскресенье мы встречаемся с вами в онлайне, для тех, кто берет онлайн-пакет. Также подключаем прямую трансляцию. С 11 где-то до часу, до полвторого у нас идет разбор утренний, в котором вы принимаете участие. Также я отвечаю на ваши вопросы. Я вас мотивирую. Я вам объясняю, как и что делать. Теорию вы заранее уже смотрите, напоминаю. Потом мы идем на практику. Единственное, что те люди, которые участвуют в живом тренинге, они будут практиковать вместе с нами рукооборку. Те, кто в онлайне, вы будете практиковать самостоятельно. И это для тех, у кого все в порядке с личной ответственностью. Я буду периодически голосовыми сообщениями поддерживать вас в течение дня в этом закрытом чате. Вечером также в 6 часов мы собираемся с вами в онлайне и участвуем в вечернем разборе, в котором я также буду отвечать на вопросы сидящих в зале и сидящих за монитором или за телефоном, как вы будете смотреть эту онлайн-трансляцию. И так будет четверг вечер, пятница, суббота, воскресенье целый день с утра и до вечера. Я искренне и настоятельно рекомендую, для того, чтобы вы получили результат желаемый, а он никуда не денется, он неизбежен, вам обязательно нужно посвятить этому так же 3,5 дня, как и всем участникам живого мероприятия. И, соответственно, не халявите, не филоните, тогда будет результат. Но онлайн-пакет, он значительно дешевле, чем живое участие, поэтому если по каким-то причинам вы не можете приехать на живой, отличная возможность участвовать в тренинге таким образом, таким способом. Так, что касается онлайн-пакета, стоимость онлайн-пакета всего 15 тысяч рублей, хотя только видеоматериалов там уже на 30-ку. Подробности по нему, так же, как и по живому, под этим видео, по ссылке. Переходите, смотрите. Возьму всего 20 человек туда, потому что физически будет сложно работать, если будет больше народу. И обязательно прочитайте, ребята, еще раз послушайте, что вам сейчас скажет Юра Сенцов. Прочитайте отрывок моей новой книги, которая скоро выйдет, в котором я написал про выбор, про инсайт, про комфорт, про то, как среда влияет на вас. И, соответственно, увидимся. Это был Шамшурин. Пока. Мужики, всем привет. По-моему, полтора года примерно я смотрел проект Владимира Шамшурина, все эти видео. И, грубо говоря, тоже я понял, что я на это подсел. То есть я каждый раз ждал, когда выйдет следующий видос свежий, чтобы зарядиться энергией от Владимира. Там, возможно, после просмотра я... У меня, прикиньте, у меня даже получалось делать подход. Вот, в принципе, у меня проблем, как любят говорить, у меня нет проблем, у меня не было проблем с женщинами, мне так нужно что-то тут подкорректировать. Кстати, сейчас сам чуть себя не обманул и всех вас. Да, действительно, у меня были проблемы, я не мог подходить. Вообще, если я когда приходил, допустим, в клуб, если сама девушка подходила ко мне знакомиться, значит, у нас все срасталось. Ну, я вроде парень. Видны, как говорят у нас в Кирове. Вот, поэтому, ну, когда уж подходили знакомиться, тогда как бы все и срасталось. Я, в принципе, языком владею, общаюсь, но когда подходила женщина, там в радиусе метра все у меня, короче, дар терялся, дар речи, как и у многих из вас звонящих. И в итоге я принял решение, что, ну, как бы с этим надо подвязывать. Хотя решение тоже принималось не так просто. Я смотрел. Вообще, изначально пикап для меня, ну, уж я знаком с пикапом. С темой пикапа где-то примерно с 2010 года. Мне вообще казалось, эта тема, ну, какой-то грязной. Вот. У меня одни ребята, знакомые, ездили в пикап, и я их, честно говоря, считал неудачниками, потому что, ну, я до конца верил в то, что я смогу добиться всего сам. Ну, шли годы, шли годы, и в какой-то момент мне уже стукнуло 33. Я, честно говоря, я мечтал о семье. Конечно, мне хотелось тоже успеть походить еще по девчонкам, там, заняться сексом, там, выйти на какой-то новый уровень. Не просто там каких-то там средних телок хотелось, вот этих красивых, накрашенных, губастых. Ну, нормальная реакция нормального мужика, я считаю. Ну, в общем, конечно, мне больше хотелось простого какого-то домашнего, семейного счастья. Мне, наверное, уже по возрасту было положено. У меня была на тот момент уже куплена квартира, автомобиль, я все работал. Пытался решить эту тему, эту женскую тему, что когда у меня будут бабки, вот, когда у меня будут квартиры, то есть, когда я жил в общаге, я думал, что когда у меня будет своя квартира, тогда все поменяется. Когда у меня будет тачка покруче, тогда все поменяется. Ни хрена ничего не меняется, ребят. Ну, так или иначе придется пойти, вот, деньгами тут, грубо говоря, не откупишься. Ну, в принципе, это как бы и работает, это тоже помогает, но кардинально проблему не решить. Все равно приходится, тебе придется самому принимать решение. Все равно придется переступать через себя. Без этого, ну, никак, это ничего не купишь. Это, к слову, о тех, кто готов заплатить за тренинг любые деньги и просто слушать и ничего не делать. Ну, мы сразу ребятам предлагаем посетить какое-то другое мероприятие, потому что, ну, выпускник, который пройдет наш тренинг и ничего не принесет потом в массы и скажет своим друзьям, что, так что, Шамшурин сдулся, они вообще там, ну, ни хрена не делают. Ну, вот нам такие пассажиры реально не нужны. Думайте, что хотите, это так и есть. Репутация тренинга намного дороже, чем, ну, разовая стоимость одного человека, которого никогда больше не будет, вот. Исходя из того, что я вначале говорил о принятии решений, я тоже не мог долго принять решение. Я смотрел контент, смотрел видео, тоже вдохновлялся и понимал, что, ну, мне все равно рано или поздно придется это начинать делать. Мне рано или поздно придется это начинать делать. Да, охренеть, мне 33 года, если я, ну, я в какой-то момент просто уже психанул, я понял, лежа один в кровати, смотря в потолок, раньше, когда у меня был телевизор, я еще щелкал вот вечером вот эти каналы, щелкал, щелкал один за одним, потому что у меня просто вот, ну, дома настолько была пустая энергетика, то, что дома не было женщины, ну, вот кто уже, допустим, там, женатые мужики, они, ну, развелись, они уже знали, что такое пожить с человеком, ну, с нормальной женщиной, которая дома делает дома нормальную энергетику, в принципе, ради чего все это дело и происходит. Вот, мне захотелось, чтобы дома у меня наконец-то был уют, потому что нам вдвоем с собакой было скучно, и вы решили, что нам срочно нужна женщина. Вот, соответственно, насмотревшись, а, в очередной раз я, насмотревшись видосов, начал делать попытки все-таки вставать с дивана, выходить в город, что-то там делать, пытаться там знакомиться. У меня ничего не получалось, я обламывался, но я в душе понимал, конечно, что я сам это все сделать могу, я все могу это сделать, но мне постоянно что-то не хватало, я не понимал, как, вот что-то еще немножечко смотрю вот на Шамшурина, он там все ходит, вроде общается, ничего, каких-то супер каких-то слов не употребляет, все очень просто, достаточно. Как раз моя схема, простой пацан, нормально одетый, в обычном городе, в обычном магазине, просто на улице идет знакомиться, никаких там лишних костюмов, никаких там супер дорогих тачек, ну, просто, вот просто ежедневная, ежедневная тема. Что еще хотел сказать, а, в продолжении, это мое, кстати, первое видео, поэтому я, может быть, чуть-чуть волнуюсь, но дабы тему все равно хочу раскрыть. Я все-таки решился, я принял решение, мне реально, ребят, мне было очень-очень, мне было очень страшно, мне было очень страшно, когда я звонил, нашел на сайте номер, сначала я взял консультацию, что меня, а, меня, я ходил, я начал выходить в поля, просто после того, как заряжался видосом, и начал что-то делать. И первые тетки, которые мне попадались, они меня все начали обламывать. Я уже понял, что я вот где-то, где-то очень-очень близко стою, и, ну, мне, у меня есть потенциал, но мне реально не хватает, не хватает какого-то мизера, чтобы раскрыться. И я в очередной раз решился, все-таки набрал номер, связался с Владимиром, мне заказал консультацию, 40 минут меня разносили по полной программе, чувствовал себя просто, это было, кстати, правда, узнал все о себе, ну, не то, что новое просто, а человек реально зарядил мне в тему, ну, о том, кто я такой. То есть мне вообще просто, когда он взглянул мою переписку, которую я считал все-таки искусной, и когда он сказал, ты общаешься как дрочер, блядь, меня просто взорвало все, я думаю, ты сволочь, я тебе заплатил за консультацию, ты меня еще дрочером называешь, ну, хотя, как бы, ну, вы же сами знаете, правда всегда режет глаза. Ну, соответственно, ну, было принято решение ехать на тренинг, я даже не раздумывая после этого уже понял, он мне все объяснил, Володя разъяснил, что есть потенциал, надо двигаться, все очень легко, все просто, надо только вот схема, которая дается в тренинге, четырехступенчатая, надо просто ее в себя внедрить, правильно немножко попрактиковаться, то есть понять все, как все происходит на самом деле, от привета там до свидания, и, в принципе, несколько раз это проделать, это все закрепиться. Вот, соответственно, я приехал на тренинг, мне реально было очень страшно, я знал, что мне надо все равно придется что-то делать, я заплатил, как бы, бабки, они у меня были тогда, ну, не последние, но и не лишние, по крайней мере, я понял, что я эти деньги готов отрабатывать, я все равно их буду, когда я приехал на тренинг, тогда были тренинги масштабные, там человек, наверное, было по 40, я зашел, там стоят такие большие красивые парни, я такой маленький лысый, из Кирова приехал, но думаю, ребята, нет, так дело не пойдет, я все равно буду здесь брать свое. Однажды, ну, не будем там даваться подробностей, я знал, что надо сжигать за собой мосты, поэтому я встал перед всей аудиторией и сказал, что, ребята, я здесь в группе буду самым лучшим. Я не знаю, как я это сделаю, но, короче, я вас всех тут. Ну и, в принципе, как и произошло, через какое-то время я попал там в тренерский состав, то есть не буду там углубляться по этому поводу, хочу сказать одно, что нужно принимать решение, не бояться заявлять о себе. В любом случае, я на какой-то момент, не на какой-то момент, на какой-то период я действительно задержался в Москве, я долго там работал с Владимиром, потом я уехал жить в Индию, ну, там жизнь менялась всякая, и потом снова вернулся в проект. Ну, мне нужно было свое мировоззрение там успокоить, у меня были какие-то глубинные вопросы с самого детства, я это все дело закрыл, и все мои сейчас цели, все мое пространство, все было направлено на то, чтобы создать семью. Я хочу сказать, что пикап мне в этом очень пригодился, мне очень пригодился в этом пикап, потому что практика пикапа, я делал ровно пять подходов каждый день, наверное, в течение нескольких месяцев, это отточил до того, что, ну, вот, никаких проблем у меня уже с этим не было. Я легко знакомился, легко брал телефон, легко ходил на свидание, ну, никаких проблем с этим не было, но все равно для сердца нужна была одна единственная, и в какой-то момент просто я понял, что когда познакомился со своей будущей женой, я понял, что здесь, наверное, тот вариант, который надо брать, и техники пикапа мне очень помогли. В частности, может быть, это самое было простое, но я использовал настойчивость, настойчивость вообще во всем, то есть я приходил к ней там на работу, там что-то там задвигал, когда уже мы начали общаться с ней по смс-кам, я постоянно продавливал, она меня футболила, ну, а раньше, допустим, когда мне телка что-то там говорила по телефону, там, или писала в смс-ках, там, что да мне некогда, там, туда-сюда, я как бы включаю гордость, потому что больше я ничего не умел делать, я просто тупо говорил, ну, ладно, давайте по до свидания, ну, я не знал, чем это закончится, но мне надо было расстаться так, чтобы хотя бы я был там на коне, на самом деле это был, ну, вообще, как бы капитальный мой провал, не после того, как моя будущая супруга начала мне говорить о том, что давай, ладно, чувак, давай, до свидания, я сказал, нет, нет, голубушка, сейчас мы с тобой будем дальше продолжать общаться, и я очень настойчиво ее продавливал в плане текста, в плане смс-ок, закидывал разные там фишки, которыми я уже был обучен, и до этого был натренирован там на кошках, вот, поэтому это в любом случае это помогло, конечно, до этого был там опыт, не менее там полгода капитального, вот этого подхода, практики, просто в один прекрасный момент все сложилось, потому что удача, она все равно благоволит, готовым людям, ну, это мое личное мнение, я считаю, что когда ты вот, ну, когда ты тренируешься, когда ты готов, там тебе открываются порталы, то есть непонятно, когда это случится, но надо просто ждать своего часа, но ничего не делая, ты так или иначе, ну, у тебя все равно ничего не получится, вообще, возвращаясь к теме о том, что, ребят, нужно принимать решения, я хочу сказать, что я с 30, не знаю, не с 30, а с 27 лет, я уже понял, что мне нужна семья, и до 33 лет я только об этом думал, в 33 уже начал действовать, и в 35 я женился, то есть благо, я, честно говоря, не очень люблю об этом говорить, счастье любит тишину, но слушая, особенно взрослых мужиков, когда они на тренинге, когда они на собеседовании говорят о том, что мне, наверное, скорее всего, здесь не получится, надо идти на работу, черт возьми, тебе 40 лет, ты сидишь один, и ты отдаешь себя, я знаю, что такое, работать постоянно, работать постоянно, и приходить домой, у тебя дома никого нет, ну, ребят, это реально страшно, это хуже всего, когда ты приходишь, и тебя дома никто не ждет, мне, 30-летнему мужику, как бы, ну, реально, ну, у вас, кто помоложе, может быть, там, другая ситуация, ты приходишь, и тебя, кроме, там, компьютера с порнухой, там, тоже ничего не ждет, но это тоже не очень хреново, но это можно пережить, но дальше, когда тебе уже больше, там, 30-летненько, то уже начинает играть какие-то другие чувства, и хочется домашним, и ты думаешь вообще, зачем ты живешь, для чего все это надо, потому что ты приходишь домой, а когда дома у тебя женщина дает вот тебе это пространство, вот эту энергию, по сути мы, я тут где-то вычитал, что мы любим не саму женщину, а то пространство, которое она нам дает, поэтому, когда ты приходишь домой, у тебя тут кто-то что-то шуршит, делает, знаешь, ну, бывает так, что я за целый вечер занимаюсь своими делами, и вообще могу так вот, ну, жену там один раз увидеть, ну, лицом к лицу столкнуться, но она где-то что-то ходит заниматься своими делами, ну, это не важно, я просто понимаю, что мне дома хорошо, так вот к вопросу, когда ты будешь в очередной раз отмораживаться, там, от того, чтобы там поменять свою жизнь, взять те инструменты, которые работают, надо всегда ставить на весы, надо всегда ставить на весы, то, от чего ты отказываешься, и то, с чем ты остаешься, это можно делать там каждый раз, есть ребята 18-летние, которые говорят, у меня нет денег, а есть ребята 18-летние, которые говорят, блин, я сейчас что-нибудь придумаю, я сейчас что-нибудь найду, он там вот один парень, кто-то у бабушки там взял 5000, кто-то что-то еще, то есть, на войне все способы хороши, ну, вопрос в том, что надо действовать, надо действовать, нужно принимать решение, нужно принимать решение, даже если ты не соберешься на этот тренинг, там, или на следующий, но возьми себе, пожалуйста, на заметку вот эту фишку, что хотя бы пытайся пробовать, учиться принимать решение, учиться быть мужественным, вот постоянно чему-то вот нужно учиться, даже если с первого раза не получается, пробуй, 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 поэтому, ребят, особенно тем, кто звонит, И потом по каким-то причинам, ну вот, я, конечно, всем сразу спрашиваю, можно я тебе дам честную обратную связь и хочу сказать, вот почему, допустим, лично ты не хочешь зайти на тренинг, ну, многие отказываются, есть ребята, которые говорят, а, давай, говори, так и есть, ну, я начинаю им выкладывать, они начинают смеяться, ну, ну, на самом деле, все, все в том, что вы не можете самостоятельно принимать решения. Ну, нужно просто пробовать, нужно пробовать, нужно делать. Вы настолько даже этого делать не умеете, вы даже, ну, вы боитесь даже за результат, который даже никогда не испытывали. Может быть, стоит попробовать один раз сделать то, что ты никогда не делал ради того, что там дальше тебя ждет. Я реально живой пример, слава богу, пикап в том числе помог мне встать на ноги в плане каких-то, в плане принятия решений, в плане принятия решений, потому что каждый раз, когда ты подходишь к телке, у тебя трясутся колени, ну, надо каждый раз собираться и принимать решение, что ты сейчас все сделаешь, потому что, ну, я знал, что за этим вот забором, из-за этих женщин, на которых я тренировался, будет стоять как бы та самая. Я очень надеюсь, что и в итоге всего я хотел бы сказать, что я действительно, я очень счастлив со своей женой, мы сейчас ждем пацана весной. Ребята, это реальное счастье, я всем желаю, чтобы у вас, ну, вот у всех было так же, потому что, ну, семья это очень круто, семья это вообще, ну, ради чего стоит жить. Я, конечно, до этого не исключаю возможность по-хорошему походить, погулять по Москве или по городу, по-вашему, после того, как вы освоите пикап в лучшем его виде, но потом все-таки, когда вы уже поставите лыжи в шкаф и сядете дома на диване, блин, скажите, как хорошо, хорошо, что я тогда не сочковал. Поэтому, ребят, все ждем. Да, действительно, забыл еще добавить, что, да, на тренинге действительно будет нелегко. И я сейчас такой добрый вам все рассказал, на самом деле, в тренинге я буду немножко жестче, потому что все делается только из любви к вам. Мы будем вас очень плотно там дрючить, вот, ради того, чтобы вы потом уже в своей жизни там достигли счастья. И бывает, что в тебе в какой-то морозный вечер звонит какой-то парень, там, хрен знает откуда, говорит, Юран, спасибо, там, я на нее залез, или Юран, спасибо, там, у меня теперь отношения, блин, это самое крутое, что может быть. Ребят, ждем вас всех, принимайте решения.